Так, собственно говоря, вот игра нас встречает с названием Super Donkey Kong 99 и адской смесью из оригинальной мелодии Donkey Kong'а и почему-то темы Mortal Kombat'а. Я не знаю, наверное, китайцам просто очень нравится Mortal Kombat'а, и поэтому они так его любят использовать. В целом, картинка, конечно, повторяет оригинальную обложку первой части Donkey Kong'а, но не стоит себя обманывать, потому что оригинального в ней практически ничего нет. Ну, как можно видеть уже изначально, да, мы начинаем играть с Donkey Kong'ом, который перемещается по локации из третьей части игры, а в третьей части игры Donkey Kong'а нету. Там мы играем за Дикси и за Киди Конга, а Donkey Kong'а там похищают кремлинги, его нужно спасти. Враги здесь, ну, вот крыса, например, они вообще из второй части переехали, то же самое, можно сказать, вот кладтрэпом тоже из второй части. То есть здесь такая адская смесь из героев разных частей, локации из разных частей, причем все это жутко тормозит. Играть, конечно, можно, но играть не очень удобно, потому что тормоза, соответственно, отклик управляется все тоже плохо, вот видите, я умер сейчас даже. Бывают проблемы, причем довольно серьезные, и, естественно, это очень мешает прохождении. Я пытаюсь тут, конечно, вот немножко поиграть, чтобы немножко рассказать. Просто еще, не знаю, вот музыка, кстати, здесь, да, можно сказать, то, что музыка очень похожа на мелодию в бунус-уровне из Super Mario 2 Lost Levels в компиляции Super Mario All Stars. Там практически такая же музыка звучит, возможно, это и есть она, только 3-микс. Вот, кстати, здесь крокодил с крючьями, который был во второй части игры, причем, что самое смешное, во второй части игры он кидался крючьями, и они потом возвращались к нему, и радиус был гораздо больше. А здесь вот они долетают до бочки и исчезают. Точно так же, здесь все бочки взорваются одинаково, эффекта никакого нету в нормальных частях танки-конга там. Бочки с тротилом, бочки с иконками ДК, и простые бочки, они все отличаются друг от друга. Здесь же, как мы видим, только бочки ТНТ, которые просто взрываются, и бочки вращающиеся, ну, они такие же точно во всех остальных частях. Как вы видите, я очень много умираю, потому что не умирать здесь очень сложно, все-таки играть достаточно сильно тормозит, и, несмотря на то, что я играю с джойстиком, я играю с обычным Xbox-контроллером, играть все равно достаточно сложно. То есть я, как бы, приноровился играть с Xbox-контроллером в сеговские игры, но, видите, здесь получается не очень хорошо, потому что отклик запаздывает, и к этой игре нужно очень сильно привыкать. Я, честно говоря, не горю большим желанием привыкать к управлению в этой игре, потому что, что здесь китайцы хотели просто нажиться на громком имени, решили, вот, мы... решили, что они привнесут то, чего нету вообще на сеге, и на этом сурбят бабла, наверное, я не знаю, так вот. Ну, как мне кажется, все может быть именно там. И, да, чтобы ни у кого не возникало мысли о том, что я вот такой криворукий и просто не умею играть, вот, я специально загрузил оригинальную... оригинальную non-conc, это третья часть, это тоже я играю, но это уже SNES-овская игра, я, как видите, она идет нормально, на полной скорости, можно как раз сравнить. Насколько лучше, сочнее она выглядит у нее, видите, облака даже на фоне движутся, есть бонусы-уровни, враги двигаются не урывками, но и герой тоже. Игра, естественно, смотрится гораздо лучше, поскольку она изначально создавалась именно под эту платформу, это не какой-то там порт, и... никто не пытался даже там вот что-то вырезать, чтобы собрать эту игру. Я, честно говоря, вообще очень осторожно отношусь ко всем пиратским хакам, потому что большинство хаков, они совершенно неиграбельны, хотя бывают и отличия, причем, ну, такие позитивные, скажем так. Но, на самом деле, я считаю, что лучше все-таки, если хочется познакомиться с игрой, то лучше взять вот оригинал и поиграть в оригинал. Потому что зачем портить себе впечатление от игры, пытаясь играть в китайские подделки? Ну, а потом вот попробуешь, так сложится впечатление, что все Данки Конги ужасные, тормозные, забагованные и не играют. Как... как игра отечественного производства, например. Ну, вот видите, я прошел этап. Всего доброго! Спасибо, что посмотрели это сравнение сеговского пиратского и оригинального Гаданка.